Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 24 сентября. Житие и страдания святой первомученицы равноапостольной тёклы. Святые апостолы Павла и Варнауа, благоресту и миру Евангелия, пришли в иконию и поселились у Анисифора, о котором упоминает святой Павел в послании к Симофею, говоря, «Да даже милость Господь Анисифорову дому, ибо он много раз упокоил меня, и велик моих не постыдился». Проживая в доме Анисифора, они часто посещали синагогу, небоязно проповедовали Слово Божие, приводили людей ко спасительному пути и обращали к вере в Иисуса Христа. «Тогда многие, внимая их учения и видя знамения чудеса, творимые ими, уверовали в Господа нашего Иисуса Христа». Об этом повествуется в книге «Деяния апостольских». Слушали, что в иконии вместе вошли они, то есть Павел и Варнава, в сонничье иудейское, и говорили так, что «многие из идеев и еленов уверовали, довольное время пребывая там, вернули о Господе свидетельство от Слово Благодати Своя и дающим знамения и чудеса, бывшие руками их». Деяния 14.1 В то время в иконе жила 18-летняя девица, прекрасная с собой, по имени Фекла, дождь Фекли, из рода знатного и славного. Она обращена была некоему Фамиру, одному из самых знатных юношей в городе, отличавшемуся своим богатством и красотою. Видя чудеса, совершаемые апостолами, Фекла вместе с другими слушала у окна беседы их в доме Анисифора. Анисифора, усердно внимая всему, что они проповедовали. На добрую почву пала все на Слово Божие действием Святого Духа. Оно глубоко укоренило сердце Фекла и произросло. Она уверовала в Сына Божий, возлюбила Его и прилепилась к Нему всей душою. Та же, по внушению свыше, стал беседовать о девстве и целомудрии. Он сказал, между прочим, что отраковица, хранящая ради любви ко Христу свое девство, подобно ангелам, она не ест о Христу, а Христос ест ее жениху, вводящий ее в чердок свой небесный. Много говорил об этом святой Павел и побудил Феклу к сохранению девства. Та, что святая Дева тогда же твердо решилась оставить жениха, презреть и все сладости мира этого и служить Христу в чистоте до самой кончины своей. Итак, мудрое дело стало невестой жениха небесного. Исполненная любовь последовала ему, стремясь к нетленному жениху своему. Она таяла, как воск, так что на ней сбывалась реченная Давидом. Сердце мое, как воск, растаяло посреди члева моего. Текла была так восхищена беседой Павла, что три дня и три ночи совсем забыла о пищи и питьи и о покое телесном. Как некогда Мария сидела при ногах Иисусов, помышляла об одном лишь Боге, так и текла питалась только словом его. И во Священном Писании сказано, не хлебом одним мой жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Когда же Фероклия узнала, что ее дочь веровала во Христа и прилежно слушает Слово Божие, то пришла и с гневом села и отвлекла ее от этого душеполезного занятия. А святых проповедников апостолов у корей и ругаясь им, отторгнула дочь свою адницу уже Христову, от стада Христова. Потом призвавшись, что жениха ее по миру сказала ему, «И тебе нужды нет до невесты твоей, что она находится в каком-то иступлении? Смотри, она проистилась с непришельцами и обманщиками, которые своими высокопарными речами увлекают безумных людей. Вот уже три дня, как она не отходит от них, забыв о доме своем, тогда Фомир начал ласково и нежно говорить с теклою. Но она ни о чем не хотела говорить с ним. Даже и смотреть на него она не желала. И во своем сердце носила иного жениха, краснейшего доброту и более всех сынов человеческих. Взирая на него духовными своими очами, она беседовала с ним в уме своем. Сей же тленный и временный жених внушали ей только отвращение. Сам мир, видя, что Феокла ее отвергает и не любит, стал очень скорбечь. А Феокла в гневе стала бить дочь свою, таскала ее, завалився и топтала ногами. Потом заперла ее одну и морила голодом. Впрочем, сама же она побеждала на естественной материнской любовью, плакала о своей дочери, обнявши. Она стала целовать ее, со слезами умоляла, чтобы Феокла не отвергала своего жениха, красивого, богатого, благородного, всеми почитаемого. Посадила ее за столом рядом с Фомиром. Феокла же, отвернувшись от него, сидела молча. Смотрела вниз, ничего не вкушала. Феокла только постоянно вспоминала в глубине селса о своем женихе небесном. Когда же Фомир, лаская ее, хотел насильно обнять и поцеловать ее, она плинула ему из глаза и вырвалась из ее рук, как птица из сети. Тогда мать опять пришла в ярость и снова стала бить ее. А Фомир, сильно печальный, пошел к князю с жалобами апостола Павла. «В нашем городе, — говорил Фомир, — появился один пришлет, своим волшебцам он прещает народ и, отклоняя его от почитания богов, обращает ко Христу Иисусу, распятому на кресте иудеями. Он прелестил и деницу Феплу мою невесту. Сначала она сильно любила меня. Она не только не хочет смотреть на меня, она даже глушает со мной, как прокаженным, не бежит от меня, как от какого-нибудь зверя. Так загасил этот волшебник в ней любовь ко мне и не могу я понять, что он сделал с ней». Князь призвался Алла и спросил его, «Откуда он и что такое сделал у него в городе?» Когда Павел отвергся апостольские уста свои и по обыкновению стал получать его Слово Божие, проповедуя об Иисусе Христе. Однако Князь не стал сейчас же разбирать дело, а отложил суть над Павлом до другого времени. Он повелел связать Павла, посадить в темницу и держать его там до тех пор, пока явится возможность запросить его подробнее. Фиокла же услышал, что Павла из-за нее посадили в темницу, встала ночью, тайно удалилась из дома и пришла к темнице. Опускался сторожа, охранял свою дверь в темнице. Она сняла с себя ожерелье и другие золотые вещи, отдавая их сторожу, прося его, чтобы она творил ей дверь и пропустил Павлу. А всем упоминает Святой Злопоют, говоря, «Послушай о Святой Фекле, та, чтобы видеть Павла, дала свое золото темничному сторожу. Ты же не хочешь дать ни одной цаты, чтобы узреть Христа». Темничный сторож исполнил ее просьбу. Он обрадовался драгоценным ожерелью и золотым вещам и взвел к Святому Павлу. Секла с радостными слезами пала перед ним и облабызала оковы узника Христова. Сначала Павел, увидев ее, пришел в ужас. Но потом, когда узнал все, что она потерпела от матери, от жаниха за свое целомудрие, он возрадовался великой радостью о мужестве юной девицы и облабызал ее в голову, благословляя ее и восхваляя ее веру и девицейское целомудрие. Называла ему верши Христова и первую Своей черью, которую он возродил благослованием. И все, кто сидел в тенице с Павлом, как дочь с отцом своим, слушая его отеческое учение и слагая в сердце в своем слова его, как многоценное сокровище. Он же много получал ее в вере в Господа Иисуса Христа, наставлял в любви к Богу, убеждал хранить целомудренное девство и совершенно утвердил ее в учении Христовом, как о том пишет святой Григорий Низкий, говоря, «Такое некогда мира, то есть учение с белым крином, лилия, целомудрия, Павел излил в уши святой девицы, сими каплями, исходящими от сердечного крина, все, кого умер сила внешнего человека, все помышления суетные и угостило вожделение». Также и святой Епифаний пишет, «Этот приемник Златоуста был епископом на острове Кипри в течение 36-ти лет. «Секла, имевшая жениха красивого, первого в городе весьма богатого, очень чтимого и знатного, обрела Павла, которая отвратила ее от обручения с этим женихом. Так святая Дева отказалась от всех земных благ, чтобы удостоиться небесных». Между тем в доме Сеокли стали искать Сеоклу, но не находили ее. Тогда поднялся крик, плач и лопли. Мать рыдала своей дочери, фамира невесте, рода госпожи своей. Слуги разбежались в разные стороны, разыскивали, спрашивали и на улицах, и в домах, но нигде не находили ее. Лишь спустя довольно долгое время узнали, что она находится в темнице. За ней точно же бросились. Прибежав сюда, после мы увидели, что она сидит около Павла и как бы прикованная, с величайшим вниманием слушает его наставления. Тогда ее схватили и вывели из темницы, а о всем случившемся донесли князю. Тот, во всех на судейское место, велел привезти к себе Павла. Лишь только народ увидал, что ее привели, закричал князю, «Князь! Человек этот волк! Казни его!» Особенно Фомир настаивал, чтобы Павла казнили. Своей жалобой он указал на то, что Павла отвратил от него невесту. Когда призвали кеклу, князь спросил его, «Почему ты гнушаешься своим женихом столь прекрасным и благородным? А чего ты не выходишь за него?» Она засмотрела на Павла и ничего не отвечала. Тогда Феоклия, забывши естественную любовь к дочери, изменила своему материнскому чувству и как стирепая львица или разъяренная медведица стала неистово кричать князю, «Сожги себе злую рабу! Достойно она такой смерти! Это не дочь моя, ибо не слушает меня матери своей! Сожги ее в пример, Дугин! Пусть все городские девицы, видя это, убоятся, пусть не осмеливаются не ослушаться матерей своих и противиться им, как это все злобное и непокорное! Нет, это не чадо мое, не по рождению троды моей, но проклятая от родок и сухая ветвь! Сожги ее! Так настойчиво требовала мать, чтобы сожжена была дочь ее, а Фомир, чтобы был казнен Павел. Князь долго допрашивал святого апостола, но не нашел в нем никакой вины, кроме проповеди Христовой, и потому не осудил его на смерть, но повелел бить его и изгнать вон из города, дабы он не мог и других девиц склонить к хранению девцам. Вместе с Павлом были подвернуты знаниям Варнава и Анисифор с его сыновьями. Впрочем, Павел и сам стремился уйти из города, не потому только, что его преследовали князь Фомир и Фиоклия, но также и потому, что народ нападал на него и хотел его убить за проповедование Слова Божией, за свидетельство об Иисусе Христе. Об этом упоминает Святой Лукавр в Деяниях Апостольских, говоря, они верующие иудеи воздвигли и озлобили души язычников на братьев и разделился в городе народ. Из них были одни иудеи с иудеями, а другие с апостолами. И оттуда они отошли в Антиокию. Сначала они пробыли несколько дней недалеко от города Иконии, в одной пещере на пути в Дафму. Желая узнать, что будет в стеклах, и там они пребывали в посте и усердно молились о ней, чтобы Господь укрепил ее и проявил милость свою на ней, как это действительно исполнилось. Долго князь старался заставить Теклу с прежней любовью обходиться со своим женихом, но старания его не увенчались успехом. Тогда он по прошению Фиоклии осудил Святую Деву на сожжение. Для этого принесли множество сухих дров, сено и хворосты, и сложили большой костер. Потом слуги взяли Святую, чтобы возвести ее туда. Оно же не позволило вести себя, но сама поспешно шла к приготовленному костру, и, сотворивши крестное знамение, зашла и встала наверху костра, готоваясь сгореть. Не страшно был ей огонь вещественный, ибо сама она горела невещественным огнем любви божественной. Находясь на костре, она смотрела вперед и узрела в образе Павла Господа, стоящего и повелевающего ей быть твердою. Последний Святой Киприан так выражается в молитве. «Престани нам, якожа во узах Павлу и во огне Фекли!» Между тем, подложили огонь и подожгли костер со всех сторон. Но, к удивлению всех, пламя, высоко поднявшись, окружило Феклу. Еще более были все поражены, когда внезапно пролил большой дождь с градом, погасивший огонь. Князь и весь народ в страхе бежали в дома свои от проливного дождя и от сильного града. Все кожа пошла невредимой, огонь немало не коснулся чистой девы. После чего она не пошла в дом своей матери и не стала медлить в иконе, а отправилась из города искать своего отца духовного Павла. На дороге она встретила одного ученика Павла из дома мистерфорова, шедшего в город, чтобы купить хлеба. Святая Дева узнала его и спросила, где находится Павел, апостол Иисуса Христа. Тогда он повел Феклу к пещере, где находился Павел вместе с другими, и, постясь, усердно молился о ней Богу. Увидя Феклу живой и здоровой, все возрадовались радости великой и, возведя очи и простевшие руки свои к небу, возблагодарили Бога, сохранившего рабу свою невредимую. Затем предложили ей хлеба и сами также подкрепились к пищи. Отсюда Павел и Фернаву прошли с Мистерю и Гердию, благовестую Евангелие, исцеляя недужных. За ними последовало и Секла до Антиайкии. Когда они входили в этот город, случайно встретил их некто Александр, старейший на того города. Он был молод, проводил жизнь в сладострастии и предавался нечестивым делам, как обычно жили язычники. Увидев святую и белую Феклу и поразившись ее красотой, он восстывал к ней нечистым вожделением. Думая, что Фекла – жена Павла, Александр сначала стал предлагать Павлу много золота и склонял его, чтобы он не препятствовал его злым намерениям. Потом, когда узнал, что Фекла – не жена Павла, а незамужная девица, то еще большей страсти возгорелся к ней и пожелал взять ее себе в жены. Он начал уговаривать святую Феклу, чтобы она полюбила его, но та бегала от него, как от льва рыкающего, ищущего поглотить душевную ее доброту. Александр же всячески старался уловить ее. Как однажды встретить Фекла на дороге среди большой толпы, он не мог сдержать любодействие на огне, пылавшего в его сердце. Забыв всякий стыд, он насильно схватил ее и бросился ей на шею. Святая же дева со шлизами стала умолять Александра оставить ее. «Не принуждай меня, страница, не принуждай меня, рабу Божию, я отказалась от жениха, могу ли согласиться на твое желание?» Говоря так, Фекла вырвала седила рук, разорвала на нем одежду при всех и нанесла ему тем большее посрамление. Александр сильно разгневался, и узнав, что она к тому же христианка, привел ее наступ к князю. На вопрос, почему она огнушается брака, Фекла отвечала, «Жених мой, Христос, Сын Божий, с ним я сочеталась с духовным браком». Князь стал принуждать ее, чтобы она отреклась от Христа и вышла замуж. Когда же она решительно отказалась, то князь осудил ее на седение с зверям за две вины, за благочестие и за целомудрие, за то, что во Христа верует, и за то, что отказалась от брата, будучи молода и красива. Сия казнь была отложена до утра, а пока для охранения в ту ночь взяла ее к себе в дом одна женщина по имени Трифена. Трифена происходила из старшего рода, пользовалась большим почетом. Впоследствии и она уверовала в Христа. О ней, как упоминает святой Павел, спасание кремлянам целути, говорит он, Трифена и Трикосу. Трифена, взявшую к себе теклу, провела всю ночь с ней в духовной битведи. Наутро собралось много саморода посмотреть на это зрелище. Пришел и князь, и все начальники городские. Питая текла была выведена как ажинственное заклание и встала на месте, где должны были пожрать ее звери. Когда выпустили на нее зверей, все они стали ходить вокруг нее, но ни один не коснулся ее, ибо Бог заградил устал зверям, как некогда Варведам и Ниловым. Все зрители изумлялись дивному этому видению. Кровожадные звери оставили свою лютость и стали кротки, как овцы. И одни в народе прославляли Бога, исповедуемого теклой, другие же хунули и говорили, что она имеет чары в своей одежде, оттого не прикасаются к ней звери. Даже и сам князь с городскими начальниками говорил, что она волшебница и заколдовала зверей, чтобы они не могли причинить ей вреда. Посему они решили предать на следующий день теклу зверям, более многочисленным и самым голодным, а пока отослали ее опять к Трифине. Та очень обрадовалась, увидев, что Святая Гела вернулась с места казни невредимой. В то время, как Текла до утра прибывала в доме Трифины, князь не велел давать львы с дверям, дабы они, будучи голодными, скорее бросились на свою жертву. И вот на следующее утро Святая опять была отпевена на место казни. Вслед за ней шла и Трифина, плача о том, что такую святую делу без всякой вины предают на смерть. Теклу поставили на видном месте, и бесстыдный князь велел обнажить святую. В одежде ее, говорил, имеются чары. Вот почему не трогают ее звери. Обнажите эту волшебницу и посмотрим, будет ли она цела. Тогда святую делу обнажили и поставили так, что народ мог ее видеть. Только один стыд был ее покровом, и она повторяла слова пророка Давида. «Стут лица моего покрыл меня». 43.16. На нее были вытащены заводные разъемные звери, львы и медведи, вышедшие из своих затворов. И видишь, и девицу, стоящую без одежды, они преклонили голову свои до земли, опустили глаза вниз, и как бы стыдя из девической ноготы, отступили от нее. Дивное зрелище. Звери чувствовали стыд, они отвращали свои глаза от девической ноготы, а люди бесстыдно смотрели на нее. И так, бессловесные животные являлись обличителями и судьями людям на всем зрелище. Будучи кровожадными по природе, звери приняли на себя нрав целомудренного человека. Люди же, будучи разумными, уподобились диким зверям. Но чего они кем достигли? Обнажив на глазах всех целомудренную делу, они хотели обесчестить ее, но только увеличили тем ее честь. Хорошо, говорит святой Зарковус, вспоминав об обнажении двух жен. Пентефривая жены в спальне и сёклы в присутствии всего народа. Какую получилась пользу сладострастная жена египетская, что обнажилась в спальне, какой получила вред первомучленница сёкла, что ее обнажили на глазах множество народа. Сёкла, будучи обнажена, не согрешила так, как согрешила египтянка и не исполнилась бесчестия. Но была возвеличена, как святая, нагота этой в присутствии многих увенчана, а нагота той и в закворенной спальне посрамлена. Когда святая сёкла стояла обнаженная на том месте, одна из львиц, подойдя, легла перед ней и лизала ноги её, как бы воздавая честь её девственному целомудрию. Об этом напоминает святой Андрофий, говоря, «Можно было видеть зверя, который распростёрся на земле и лежал ноги святой. Тем он безмолвно свидетельствовал, что не может причинить вреда девственному телу. поклонился зверь, той, которую дали ему на растерзание, и забыв естественные свои свойства, воспринял нрав, который люди утратили». Между тем народ, видя, что звери не осмеливаются, коснувшись святой девы, стали восклицать громким голосом, «Велик Бог, исповедуемые стёклой!» Мучитель же, не познав силы Божьей, захотел иным способом погубить стёклу. Он приказал вырыть глубокую яму, наполнить её различными гадами, змеями и сигнами, и бросить туда святую. Но тот, кто некогда заградил в пасти львов, и теперь притупил жалостью, укротил их ярость и уничтожил их яд. Святая вышла из ямы невредимая, как-то все изумлялись к такому чуду. Долго злой мучитель не знал, что бы ещё предпринять. Наконец он велел привести двух сильных быков, привязать тёклу между ними за ноги и разожжёнными палками колоть быков, дабы они, разбежавшись в разные стороны, расперзали её. Но и после этого святая осталась цела, ибо когда её крепкими рёвками привязали к быкам и начали колоть быков раскалённым железом, то берёвки как паутина разорвались. Быки убежали, а святая осталась на том же месте, не испытавшись никакого вреда. Тогда же и сам князь, удивляясь случившемуся, признав девицу силу Божию, и позвав тёклу, спросил её, кто ты, и какую силу ты имеешь, ничто не может вредить тебе. Она же отвечала, «Я раба Бога живого». И больше ничего не говорила. Князь, боявшись Бога, хранящего свёклу от всякого вреда, повелел счесть и облить её в одежду, и отпустил её, постановив такой приговор, «Свёклу рабу Божию отпускаю на свободу!» Святая пошла в дом Третьяны, и велика была радость во всём доме Третьяны об освобождении тёклы. Прибывая здесь некоторое время, тёкла проповедовала Слово Божие, и многих научила вере во Христа. Она сильно желала видеть Павла, своего отца и учителя, и, отыскавши его, хотела последовать за ним, но он не позволил ей, сказав, «Никто не идёт на борьбу с невестою!» Тогда она, приняв благословение от апостола, пошла в Селевкию и поселилась в пустыне на одной горе близ Селевкия. Подвязаясь там в посте, молитве и богомыслие, она творила много чудес и исцеляла всякие болезни. Жители окрестных мест, узнав об этом, приходили к ней и приносили свои больные сколь в святая тёкла, и научала вере в Господа нашего Иисуса Христа и исцеляла. Одна из дни на того места, где жила святая из Селевки, ехал верхом языческий жрец. Увидев тёклу, собирающую в то время травы на пищи себе, он прелестился её красотой и разгорелся нечистым желанием. Ударив коня, он стремился к ней, чтобы исцелить своё злое намерение. Святая же укрепляемая сила, и Божия схлопила его, повергла вниз и так сильно ударила его о землю, что он три дня лежал в нем и недвижим. Проходившие мимо, видя, что жрец движет, как мёртвый, недолмевали, что с ним сделалось. На третий день стало известно об этом и в городе, когда множество народа пришло оттуда посмотреть на случившееся с ним и взять его домой. Жрец, как только пришёл в себя, тотчас встал на ноги и сказал, «Я видел некую богиню и от неё потерпел это». Лишь большим трудом, сильно страдая от боли, мог он дойти до своего дома. Призвал живописца, он велел ему изобразить на доске восемнадцатилетнюю девицу. Когда тот начал писать, то по устроению Божьей ему удалось очень хорошо изобразить подобие святой тёклы. Изображение было чрезвычайно живо. Окончив свою работу, тот человек принёс икону к жрецу. Последний вид, столь верное изображение, сказал, «Какую именно я видел девицу?» Приняв икону, она благостала и тотчас совершенно выздоровел, а это изображение святой тёклы и после хранил честно в своём доме. Потом он по проповеди святой Деву уверовал во Христа со всем своим семейством. Равноапостольная тёкла долгое время жила в той местности, многих наставила на путь спасения, многим помогала в несчастьях и много недугов упрощевала. В России в особенности вселегкие видели, что всякий заболевший каким-нибудь недугом идёт не к ним, а прямо к тёкле, так что хитрым и лёгким их пришёл конец. Лишившись своих выгод, они обеднели, посылание очень опечальности, стали негодовать на добрую целительницу тёклу, которая безместно исцеляла всех приходивших к ней. Движенную завистью и гневом, они замыслили научить неких порочных юноты, чтобы они насильно её обесчестили. И наушники так говорили между собою. Чиста девица тёкла и посему угодно великой богине Артемиде. Богиня слышит прошение её и подаёт ей силу к врачеванию недужных. А если она будет осквернена, то отступится от неё Артемида, отнимется у неё целебная сила, и тогда опять врачебное искусство наше возвысится. Раздумывая так, они постарались отпускать бесстыдных юношей для такого гнусного дела и, напоивши вином, упросили их идти и обесчестить тёклу. Притем дали им много денег и обещали дать ещё более, если они исполнят их просьбу. Безумные и неверующие, они не знали, что тёкла не Артемиде на её силы, но благодатью Христову исцеляет всякий недуг и всякую болезнь. Развратные юноши, упившись вином, послушались врачей и чародеев. Они поспешно направились к тёкле, разжигаемой похотью и полной скверных мыслей и злого намерения. Увидя их, тёкла спросила, «Чадо, что вам нужно?» Они стали говорить ей в ответ срамные слова. Услышав это и разумевшее их злое намерение, святая тёкла убежала от них. Та, которая никогда не страшила зиких зверей, обратилась в бегство от бесстыдных людей. Они погнали за тёклу и преследовали её, как волки отцу. Когда они уже настигали её, она помолилась Богу, чтобы он избавил её от рук беззаконников. Тотчас, бывшая на том месте каменная гора Божьим повелением расступилась, приняла святую в свои недра и защитила девство её. Эта гора сделалась гробом честного тела её. Там она предала душу своей в руки Божьи. Всех лет жизни её было до девяносто. Ныне она в нескончаемой жизни прославляет жизнодавство Христа Бога, соотцем и святым духом славеного ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»